Добро пожаловать на нашу пятничную тренировку хорошей пожарной в прямом эфире, посвященную присвоению звания и подведению итогов недели. У нас была еще одна взрывная неделя, более 15 новых участников присоединились к хорошему пожарному только на этой неделе. Эта первая волна импульса не замедляется, и мы собираемся развить ее еще больше на очень высоком уровне. Так что происходит много интересных вещей. Мы собираемся обсудить это сегодня, поговорим о присвоении званий, но все же примите мои поздравления. Добро пожаловать на борт всем, кто присоединился к нам на этой неделе. Чувак, очень приятно наблюдать за такой динамикой. Так много людей узнают о программе Лив Гуд. У меня есть несколько замечательных историй о том, как наше имя становится нарицательным. И опять же, ребята, мы еще даже не запустили двигатель. Происходят такие важные события. Нотер, давайте поздороваемся с вами. Привет, мой брат. Большое тебе спасибо, Бен. Ну что же, дамы и господа, во-первых, я хочу поприветствовать всех троих, а также людей, которые присоединились к нам вчера и были с вами заодно, особенно в это время года. Люди даже не записываются втроем, а на все лето. Почему? Потому что люди не хотят платить 100 долларов за бутылку продукта, производство которого стоит 10 баксов, только ради того, чтобы кто-то из друзей получил деньги. Так что это было потрясающе. Мне нравится видеть совершенно новых людей, жизнь которых может стать их первой и последней побочной работой. Давайте превзойдем все ожидания. Тем не менее, я хочу просто сделать небольшое быстрое движение в сторону поворота. Как вы знаете, в это время года все работает как по маслу. Многие компании выскакивают направо и налево, чтобы воспользоваться, я не хочу сказать, воспользоваться преимуществом. Но оказаться в нужное время в нужном месте. Как будто жить хорошо, это прямо сейчас. Вы знаете, у людей заканчивается лето, может быть у них появились какие-то долги по кредитным картам, может быть они прибавили пару фунтов. Так что, дамы и господа, давайте немного поостережемся. Я не хочу разыгрывать из себя плохого полицейского и хорошего копа. Иногда я становлюсь чересчур агрессивным, но я просто хочу предупредить вас. В это время года сюда приедет много людей из разных слоев общества, которые принесут вам самые горячие и свежие таблетки для похудения. Это то. Дамы и господа, мы меняем индустрию. Мы здесь не для того, чтобы сказать что-то негативное о других людях, но последние три или четыре недели мой телефон разрывался от звонков. Я не знаю, почему у людей вообще возникает такое чувство, как они смеют обращаться ко мне со словами «Эй, что вы думаете по этому поводу после того, что мы закончили?». Спасибо 30% людей, которые присоединились к Липкит, сразу же начали рекомендовать своих друзей, потому что они гордятся собой и тем, что они делают. Эти продукты работают на них. А затем мы поделимся с вами некоторыми идеями и историями. Это вполне законно, мы находимся повсюду. Я имею в виду, что когда по телевизору говорили о том, что произошло несколько недель назад, за чем наблюдал весь мир, там был джентльмен в шляпе Ливгуд от Бена, который получал человек, занимающийся доставкой, скажет «Эй, ты бенгалинский из Ливгуд, а у нас всего 1,5 миллиона человек». Только это не плохое слово, а только хорошее, но по сравнению с 7 миллиардами людей на планете, которые нуждаются в этих продуктах, это ничто. Это действительно ерунда. Я имею в виду, дамы и господа, я знаю, что Бенджо сказал мне «Привет, Нотер, как у тебя дела?». И я продолжу в том же духе. Я должен сказать вот что, я должен сказать вот что, и у меня, вероятно, будут неприятности из-за этого, но вот оно начинается. Вы знаете, мы с Беном занимаемся этим вместе уже 50 лет, 5 с минусом нуля. Это полвека. Хорошо, мы пришли сюда из полевых условий. Мы и есть те, кто, представьте себе, как оператор, как стрелок, станет генералом. Я не говорю, что мы генералы, но мы пришли с поля боя. У нас была возможность обратиться к людям и показать им продукты, которые могут изменить нашу жизнь. Но, к сожалению, из-за того, как был разработан сетевой маркетинг, людям могло потребоваться 3 месяца. И это одна из причин, которая сводила Бена с ума. И я говорю вам, что после 50 лет совместной работы с этим парнем, я стал для него как брат. И я знаю, что из-за этого у меня будут неприятности. Но, дамы и господа, в этом мире так много людей, которые связывают свое имя с этой отраслью, что я собираюсь это сказать. На скольких мероприятиях я участвовал в качестве консультантов и людей, которые приходят и смотрят на то, что мы делаем, помогают нам с помощью программного обеспечения. Эй, не могли бы вы предоставить нам несколько торговых аккаунтов? И даже на таком высоком уровне, как Эй, не могли бы вы предоставить нам несколько лидеров? И это еще одна вещь, с которой я никогда не играл. Но, леди и джентльмены, сколько раз я был на этих мероприятиях, где люди видели людей с идеальной линией подбородка, в идеальных нарядах, с идеальными часами, идеальными галстуками. И их прекрасными супругами, стоящими перед зал, восхваляя все, во что они верят, как они любят всех, как они здесь, чтобы благословить матерей-одиночек. Как давайте соберемся вместе и просто совершим кумбаю, и давайте просто благословим друг друга, чего бы это ни стоило. Я собираюсь сказать это, потому что кошка вылезла из мешка. Дамы и господа, причина, по которой Бен Глински ушел из этой отрасли, заключается в любви, которую он питает к этой отрасли в своем сердце. Мы не могли бы сказать этого, когда у нас было 200-300 человек, и мы получили его в рекордно короткие сроки, с самым высоким уровнем удержания персонала за всю историю. Но теперь, когда все раскрыто, выбор времени очень важен. Мои любимые, мы здесь, и в это время года у вас будет шанс, что я скажу это и дам им свой номер телефона. У всех есть мой номер 714-348-3626. Пусть они позвонят мне, пусть они позвонят мне, это забавно, все эти люди, которые стоят перед толпой и говорят о том, как они счастливы, что хотят помогать людям и как это, и восхваляют это, и восхваляют то. И они поднимаются наверх, пьют Red Bulls и водку и притворяются, что управляют пищевой компанией, притворяются любящими людьми. Я собираюсь сказать это, и я знаю, что Бен разозлится на меня, потому что он терпеть не может, когда я говорю об этом. Если бы вы все имели хоть какое-то представление о деньгах мечты, на которых зарабатывается эта индустрия, этот парень заработал их в своих шортах, занимаясь серфингом. Он ушел от доходов мечты, и вот как плохо стало в этой отрасли. И да, я знаю, что этот парень отдает мне должное за то, что я так сильно его достаю, и поверьте мне, почему. Ну, моя жена говорит мне, какой я надоедливый, но он вернулся в индустрию. Да, из-за его любви к индустрии. Да, потому что он хотел отплатить индустрии, которая безмерно благословила его. Он получил возможность проводить все время в мире со своими детьми. Дамы и господа, я разговаривал с Беном Глински о том, что владельцы компаний сетевого маркетинга стоимостью в миллиарды долларов звонят, думая, что им будут поклоняться. И я слышал, как на заднем плане его дети говорят, папа, мне нужно пойти и нажать кнопку. Это тот человек, с которым я хочу повесить свою шляпу. Это тот парень, с которым я хочу повесить свою шляпу. Все деньги на этом заработали, чуваки. Я говорю о том, что не собираюсь вдаваться в подробности налогообложения, но я говорю о семизначной сумме в месяц. И все это благодаря упорному труду. Никому не предлагали сделку. Никому не давали базы. Я имею в виду, что этому парню поставили препятствия на его пути, чтобы замедлить его продвижение. Но нет, он пошел на то, чтобы получить восьмизначный доход в качестве представителя. И для того, чтобы кто-то вроде него ушел из индустрии, мы должны... Я расскажу вам, как я собираюсь это выразить, насколько демонической стала эта индустрия. Я имею в виду, что он где-то там покупает футбольные поля. Футбольное поле площадью 20 акров было создано для того, чтобы благословить менее удачливых детей. Он вязывается в драке со штатами, и некоторые из вас храбры, потому что не надели маску в продуктовом магазине. Мой брат здесь сражается со штатами, потому что штаты не хотели разрешать ему строить футбольные поля для детей. Так что да, когда я говорю, что он был на пенсии, он не сидел дома, как я сказал в зуме, бондбондинг. Это тот самый парень. Нет, он был там, делал то, что он делает, любил людей, наслаждался деньгами, которые он честно заработал на сетевом рынке. Но когда мы видим людей в буквальном смысле слова преступниками, я понимаю, что в наши дни они совершают уголовное преступление против всех. Преступники в буквальном смысле слова создают компании на странице компенсационного плана, дамы и господа. Это еще одна вещь, о которой Бен не любит, когда я говорю, но я собираюсь сказать это. Эти компании существуют с 1934 года. По какой-то причине люди слепы. Это жадность. Бен снял видео полтора года назад. Мы посмеялись над моим парикмахером. Стрижка за 14 долларов. Если целиком. Если мир был создан для того, чтобы люди приглашали друзей, то это стрижка за 14 долларов. Дерек, мой друг направил меня к Джорджу, а Джон направил Дерека к нему. При всем этом моя стрижка за 15 долларов стоила бы 200 долларов. Как говорит Бен, навес за 80 центов стоил бы 200 долларов. 10 долларов. Забавно, что они согласились, и шарлатаны, и я сказали это. У вас есть мой номер телефона. Вам нужен мой адрес. Я дам его вам. Приезжайте. Приезжайте. Ознакомьтесь с компенсационным планом вашей компании. Вы хвастаетесь тем, что собираетесь попытаться выплатить 70%. Только не начинайте рассказывать мне о соотношении BV к доллару. Не начинайте рассказывать мне обо всех секретных сделках, которые я подписал, предоставив лидерам отрасли небольшой участок по 50 центов за доллар за единицу. Только для того, чтобы они могли продвигать его. Что же случилось с миром, что у нас есть этот удивительный продукт, как мы можем донести его до людей? Четвертый фактор, отличный пример, у меня закончился. Боже мой, у меня закончился четвертый фактор. Хорошо, четвертый фактор, мы могли бы производить этот продукт по той цене, по которой мы его производим, и продавать его по 200 долларов за бутылку в течение всего дня. Мы с Беном могли бы заниматься этим весь день напролет. У нас будут несколько лидеров в вашей отрасли. Все честные люди, которые будут прыгать от радости и придумывать что-нибудь по этому поводу, чтобы заработать эти деньги. Вот почему он ушел из отрасли. Дело в том, что отрасль больше не была прозрачной. Так что, дамы и господа, следующие две недели очень важны. Я бы хотел, чтобы у меня был способ разрядить свой мозг и передать его вам. Я знаю, я знаю, братан. Следующие две недели, леди и джентльмены, пока вы принимаете препараты, сходите к своему врачу. Попросите своего врача сделать анализ крови. Пусть ваш врач посмотрит, как эти продукты влияют на вас. Пусть ваши друзья удивятся, почему у вас так много энергии. Пусть ваши друзья удивятся. Эй, я купил у вас этот магний, но в последний раз я покупал у вас продукт, и когда вы увидели меня на улице, вы убежали. А теперь перейдем к этим продуктам, которые благословили меня, я люблю их. Дамы и господа, мы привлекаем самых удивительных и любящих людей в этой отрасли. А в книге, которую я люблю больше всего, говорится, что тьма и свет не могут находиться в одном и том же месте. Бен Гленски, я знаю, что он говорит обо мне много хорошего, но он достиг всего, о чем только можно мечтать в этой отрасли. И он делает это, любя свою жену и своих детей. Хорошо. И он выходит на пенсию по многим, очень многим причинам. Но я собираюсь сказать вам вот что. В течение следующих трех или четырех недель к вам придут люди, которые будут создавать все эти истории и рассказывать вам о том, что в них есть самое лучшее и замечательное. Дамы и господа, взгляните на их прошлое, и мы здесь не для того, чтобы говорить о вас плохо. Мы занимаемся тем, что любим людей. Иногда мне очень-очень хочется, чтобы мы дали этому название. Наша компания была создана с любовью. Мы стремимся любить людей. Мы стремимся заботиться о людях. Вот и все. Именно поэтому за рекордно короткое время у нас было один миллион человек. Вот почему трое из десяти человек, присоединившихся к ЛИФ, могли бы немедленно приступить к восстановлению друзей. Потому что в ту минуту, когда вы нажимаете кнопку «Купить», у вас есть свидетельство. В других компаниях, когда вы покупаете бутылку за 80 долларов, от 2 долларов за Мону до 80 долларов. На странице с тарифным планом вам сообщат, что ее производство обходится примерно в 4 доллара за бутылку. Это простая математика. Так что я хочу немного отблагодарить Бена. Я знаю, что я пошел дальше, но я потрясен тем, что человек с такой цельностью, такой честностью, который сразу переходит к делу, достиг замечательного. Я говорю о пенсии мечты. Выхода на пенсию, чтобы сделать это для вас. Для 10 миллионов сетевых маркетологов в США, которым солгали, это значит, что солгали и вам. Именно это сейчас и происходит. Весь мир становится членом клуба. У нас уже более 1,31. 4, почти 1,5 миллиона человек, трое из десяти не могут дождаться, когда начнут делиться информацией. И это только верхушка айсберга. Потому что 7 миллиардам людей в мире нужно жить хорошо. И если вы хотите сравнить это, то поставьте 7 баллов «Люди». Каждый может представить себе 7 баллов. Поставьте 7 баллов «Люди в комнате». И если вы спросите, кто из присутствующих здесь находится в хорошем настроении, то одна рука напишет. Если бы Amazon собиралась заняться сетевым маркетингом сегодня, то эта возможность была бы упущена, потому что у них уже есть 200 миллионов пользователей. У нас будет 40 миллионов человек, и руководить ими будет гид, который вышел на пенсию, чтобы благословить индустрию. И в то же время помочь обычным людям зарабатывать деньги на продвижении сайтов. А некоторые люди, которые хотят перейти на следующий уровень и изменить свою жизнь, отказываются от остаточного дохода. Спасибо тебе, мой брат Бен, за то, что ты изменил мою жизнь. Спасибо тебе, мой брат Бен. Я знаю так много людей, которых ты благословил безмерно. И я знаю, что ты ненавидишь, когда я говорю о тебе, но люди должны знать. Потому что в ближайшие несколько недель сюда придут демоны. У нас просто ужасные возможности, и они исчезнут через 6 месяцев. А что случилось с этой карточной возможностью? Возьмите эту карточку, используйте ее везде, куда бы вы ни пошли, вы получаете баллы, а затем отправляетесь в наш торговый центр. И покупаете телевизор пятилетней давности за 4000 долларов, который сейчас стоит 500 баксов за 1000. Все эти компании приходят и уходят, потому что эти шарлатаны, группа из 800 человек, которые переходят из одной компании в другую, должны что-то делать. Я хочу сказать еще одну вещь напоследок, и это плохо. Когда мой брат Бен ушел из этой отрасли, мне сказали кое-что, что имело большой смысл. В этом было так много смысла. Я не хочу сказать, что простил его. Кто я такой? Кто я такой? Он изменил мою жизнь. Но в этом есть смысл. Я собираюсь сказать это, потому что мне будет больно. Вы знаете, мне говорили некоторые из крупнейших лидеров индустрии, которые стоят перед аудиторией и проповедуют о том, как они любят людей. Что в этой индустрии полно проституток, а они герои. Разберитесь с этим сами. Мы это меняем. Мы благословляем людей, которым нравится менять продукты. Мы не учим людей играть в азартные игры. Мы не предлагаем продукты, которые им не нужны. Мы хотим любить людей, нашу продукцию, наши ценности и то, как мы любим вас. Это правда. Именно прозрачность делает Лив Гуд живым. Не заставляйте меня испытывать эмоции. Вернемся к вам, Бен. Сегодня-ка и кто очень взволнован. Ну что же, большое вам спасибо. На самом деле это был действительно мощный материал. И это интересно, потому что одна из вещей, о которой я хотел поговорить сегодня, это честность. И вообще-то я собирался рассказать всем, какие вы потрясающие, а также Райан и Лиза. Так что спасибо вам за такие слова. Но я сделал здесь много заметок. Я действительно хочу услышать мнение Райана и Лизы. Я скучал по ним. Мы скучали по ним прошлой ночью, и последние несколько недель они были в Северной Каролине, так как их дети были там в лагере. Я так рад, что они вернулись. Но я действительно хочу повторить некоторые из ваших слов, потому что вы сказали там много хорошего. И это, знаете ли, связано с тем, что сейчас такое время года, и вы это видите. Я имею в виду, что мы наблюдаем это каждый год. Все происходит как по маслу. Лето тянется медленно. Как только начинаются занятия в школе, в конце августа-начале сентября, все возвращается к жизни. Именно в это время компании начинают свою деятельность. И мы наблюдаем этот импульс. Мы наблюдаем, что этот импульс уже превысил 15 человек на прошлой неделе. Только на этой неделе, самый большой месяц с апреля, не так ли до наступления летнего времени. Так что в этом есть смысл. Но, как сказал Нотер, да, есть много вещей, которые будут запущены в это время года. Многие вещи звучат захватывающе, звучат хорошо. Я, знаете ли, не люблю критиковать компании, поэтому я не собираюсь ничего говорить отрицательно, но я действительно согласен с тем, что это не так. Или, знаете, взгляните на того, кто этим руководит. Взгляните на цены на продукты, потому что, знаете ли, первое, что сейчас делают люди, это говорят об этом во время телефонных звонков. И это одна из главных причин того, что мы растем так быстро, как только ваша другая компания в буквальном смысле теряет объем продаж. Все сводится к цене. Первое, что делают люди, когда вы знакомите их с продуктом стоимостью 70-80, 100-150 долларов, это идут на Amazon и смотрят, можно ли купить его дешевле или аналогичный продукт дешевле. Таким образом, не имеет значения, что это за продукт, насколько он эксклюзивен, какой врач, какое исследование или что-то еще стоит за ним. Ребята, скоро появится продукт, похожий на него, почти идентичный ему, который люди смогут найти на Amazon за полцены. И вот почему я хотел бы сказать, что когда вы видите «Живи хорошо», вы не можете не заметить этого. Вы не можете не заметить этих цен. Вы не собираетесь возвращаться к тому, чтобы тратить 99 долларов на зеленый продукт, когда вы могли бы получить самый качественный продукт на рынке. Планета за 18 долларов от Levegood. Вы не собираетесь возвращаться к тому, чтобы тратить 79 долларов на масло CBD, когда вы могли бы получить высококачественное органическое масло, сертифицированное Министерством сельского хозяйства США. Всего за 14 долларов 95 центов. В Levegood. Так что я просто хочу, чтобы вы, ребята, обратили на это внимание. Я не говорю вам держаться от чего-либо подальше. И это одна из крутых вещей, которая мне очень нравится в Levegood. И я быстренько закончу, потому что я действительно хочу услышать мнение доктора Райана и Лизы и узнать о повышении в звании. А на этой неделе они тоже были замечательными. Но когда вы так настроены, то понимаете, что работать в других компаниях — это нормально. Это нормально, что у вас есть еще одна работа на стороне. Я думаю, что иметь несколько источников дохода — это хорошо. Я думаю, что кто-то определенно должен заниматься второстепенной деятельностью за пределами индустрии сетевого маркетинга. И я говорю не о вашей работе. Я говорю о том, чтобы иметь свою работу, компанию сетевого маркетинга и иметь что-то за пределами индустрии сетевого маркетинга, что также помогает вам зарабатывать деньги. В индустрии сетевого маркетинга существует множество источников дохода, хорошо. Но, как мы видим, компании приходят и уходят, и это нормально. Вы хотите быстро заработать немного денег в компании на несколько месяцев, на несколько лет, а затем перейти к чему-то другому, что является своего рода циклом в отрасли, все в порядке. Но самое интересное во всем этом то, что Ули Вегуд, как и сказал Нотер, самый высокий уровень удержания клиентов, который когда-либо был в этой отрасли. Я имею в виду, что это даже близко не так. Ребята, никто не перестает жить хорошо. В этом есть смысл, особенно если они покупают продукты. Как только вы воспользуетесь любым из наших продуктов, будь то магний самого высокого качества на планете, это то, что каждый должен принимать каждый божий день. За 8 долларов 95 центов. Я имею в виду, что если что-то не работает в вашем организме, очень велика вероятность, что вы не получите его. Достаточно магния, как и большинство из населения. Забавно, но моей дочери 18 лет, и она собирается поступать в колледж. Она жалуется на головную боль уже около двух недель. Так что я такой, чувак, прими свои магнии и поливитамины. Это все, что она начала принимать, магнии и поливитамины, и как по волшебству, у нее больше не болит голова. Примерно через две недели она подумала, чувак, окей, тебе нужно взять это с собой в колледж. Тебе нужно делать это каждый день. Так что мы следили за тем, чтобы она принимала это каждый день, пытаясь направить ее в нужное русло. Но в этом-то все и дело. Люди не перестают жить хорошо. Вот так-то, и это круто. Я имею в виду это то, что мне абсолютно нравится, потому что вы могли бы перейти в другие компании, вы могли бы работать в 10 разных компаниях, и как только они исчезнут, вы все равно сохраните свое положение и будете жить хорошо. Она все еще растет. Вы по-прежнему экономите деньги. Вы по-прежнему зарабатываете деньги по мере роста вашей организации. Вы по-прежнему будете встречаться с людьми, которым нужно масло CBD высочайшего качества, 1495. Которым нужен самый качественный продукт для сердечно-сосудистой системы, когда-либо созданный, это суперкрасные, которым нужен витамин D, которым нужны поливитамины. Им нужен лучший продукт для подготовки к тренировкам на планете. Я имею в виду, что все эти продукты, ребята, высочайшего качества и по самой низкой цене, просто имеют смысл. Так вот, я говорю, что проповедуя хору, я знаю, что вы, ребята, все это знаете. Есть еще пара вещей, о которых упоминал Ноттер. Мне нравится этот фактор, например, Ноттер. Потому что мы могли бы, я имею в виду, мы могли бы легко, если бы на сайте не было компании или продукта. Планета, которая производит противовоспалительный продукт, содержащий все четыре ингредиента, которые есть в нашем рецепте коэнзима Q10, куркумин, рыбий жир и чеснок. Этого не существует. Мы могли бы запатентовать этот продукт и продавать его по 200 долларов за бутылку. Потому что сейчас его больше ни у кого нет. И если кто-то захочет выйти, скопировать и создать другой продукт с этими ингредиентами, он обязательно сможет это сделать. Мы не запатентовали это изобретение. Мы приветствуем конкуренцию. Они не смогут продать его дешевле этой цены, потому что наша бизнес-модель такова, что мы не зарабатываем на продуктах много денег. Мы зарабатываем на подписке. И даже это стоит всего несколько долларов. Все дело в объеме. У нас миллион подписчиков, даже если мы зарабатываем на них по доллару в месяц, это оплачивает счета, поддерживает товарный запас, позволяет нам расти и масштабироваться. Потому что эта компания не является ни я, ни доктор Райан, ни Лиза, я имею в виду, что пока у нас не будет пяти, шести, семи, восьми, десяти миллионов подписчиков. Мы еще не заработаем кучу денег. Речь идет о том, чтобы помочь вам, ребята, сэкономить деньги, поправить здоровье, подзаработать на стороне, и тогда выиграют все. Так что я просто хочу прокатиться. Это была отличная аналогия, дочка. Потому что это абсолютная правда. И многие компании поступают именно так. Они патентуют свой продукт или заключают эксклюзивное соглашение с каким-либо производителем, разработчиком рецептуры или с конкретным фирменным ингредиентом, которого нет ни у кого другого. И они пытаются оценить это по такой смешной цене. Так вот, это просто не позволяет людям действительно использовать продукт и быть здоровыми, потому что тогда им приходится идти на компромисс. Им приходится от чего-то отказываться, чтобы получить продукт. И обычно это означает отказ от всех остальных продуктов, которые они должны принимать каждый месяц. Здесь за 99 баксов вы получаете наш идеальный набор для оздоровления, просто очень быстрый, суперзеленый, суперкрасный, незаменимые аминокислоты. То, что нужно каждому каждый божий день. Мультивитамины, наш витамин D, магний и четвертый фактор. Ребята, 7 продуктов стоят 99 баксов. Это не компромисс. В этом нет ничего сложного, так как мы даем полную 90-дневную гарантию возврата денег за пустую бутылку. Поехали. Все в порядке. Сделайте анализ крови. Я это тоже записал. Нет, я думаю, что это отличная идея. Я в некотором роде доверяю доктору Райану и Лизе, потому что я думаю, что это отличный способ оценить, где вы сейчас находитесь. Особенно если вы уже начали принимать продукты, которые мы собираемся предложить. Принимайте, начинайте принимать продукты, чтобы вы действительно могли видеть этот прогресс. Купите еще один через 90 дней или 6 месяцев. Я сделаю это снова, пусть Райан и Лиза расскажут об этом, но это отличная идея. И последнее, но не менее важное. Я люблю, очень люблю хорошее. Это было здорово. Все в порядке. Через минуту мы поговорим о честности и повышении рейтинга. А сейчас давайте обратимся к нашей замечательной команде разработчиков. Добро пожаловать обратно, Гудкинс. Давайте обратимся к нашему директору по обучению продуктам, единственной неповторимому Лизе Гудкин. Это потрясающе. Спасибо тебе, Бен. Да, мы отлично провели время в Северной Каролине, но всегда приятно возвращаться домой. Так что я точно знаю, о чем я планировала поговорить сегодня. Потому что вчера вечером я не смогла присутствовать на вечеринке по случаю дня рождения нашей дочери. Но это имеет большое отношение к тому, о чем вы, ребята, говорите. И вы как раз переходите к анализу крови. Так что если вдуматься, у 89-93% американцев нарушен обмен веществ. И только менее 1% находится в оптимальном состоянии здоровья. Хорошо, давайте просто вкратце поговорим о том, что такое оптимальное здоровье. Когда вы идете сдавать анализы крови и обнаруживаете, что вы, возможно, находитесь в пределах нормы, это отличная работа. Но в этом диапазоне вы находитесь на нижней границе, или если результат отрицательный, вы можете оказаться на верхней границе. В любом случае вы находитесь не там, где должны быть в этом диапазоне. Вы как бы говорите, давайте поговорим о диабете. Хорошо, и так у вас уровень гемоглобина равен С. Вы находитесь в пределах нормы, но находитесь на верхней границе. И очень скоро вы перейдете эту границу. Верно? Так вот, это потому, что вы находитесь в таком диапазоне, который не является оптимально здоровым, не так ли? Вы хотите быть в более низком диапазоне. И некоторые вещи, такие как ваш уровень ЛПВП, вы, возможно, захотите немного увеличить. Так что суть в том, чтобы быть оптимально здоровым, у вас должен быть положительный результат анализа крови. Врачи об этом не говорят. Они этого не делают. Они просто как бы позволяют вам колебаться, пока вы не перейдете на другую сторону. И вот мы здесь, мы больны, и нам нужны лекарства. Еще раз повторю, что оптимально здоровыми являются менее 1% американцев. Это очень печально. И именно здесь часто кто-то спрашивает. Зачем мне принимать пищевые добавки? Я питаюсь очень здоровой пищей. Все работает отлично. Мой врач говорит, что со мной все в порядке. Ну что же, вы, вероятно, один из тех, кто находится на нижней границе чего-то, в то время как на самом деле вам нужно быть на верхней границе этого диапазона. Диапазоны очень велики. Если вы посмотрите на них в своем анализе крови, то увидите, что они настолько велики, и вы спросите себя, как может быть нормальным значение от 30 до 150 где-то посередине? Если нижняя граница равна 30, и это лучший вариант, я хочу быть к этим 30, верно? И так и всегда думайте об этом. Когда я говорю о метаболически нездоровом состоянии, на самом деле это означает наличие двух или более уровней глюкозы в крови натощак. Так что высокий уровень глюкозы натощак, высокий триглицериды, низкий уровень холестерина ЛПВП, высокое кровяное давление и более высокая окружность цели. Если у вас есть хотя бы два из них, значит у вас нарушен обмен веществ. И это, как я уже сказала, относится к 89-93 процентам американцев. Это очень-очень-очень печально, потому что все, что я только что перечислила, эти пять тестов можно предотвратить. И если у вас нет денег, чтобы пойти и пройти тщательное тестирование, сделайте это. Проверьте уровень глюкозы натощак, уровень триглицеридов, уровень холестерина ЛПВП, кровяное давление, а также окружность талии. Эти пять показателей бесплатны, не так ли? Бесплатно. Почти все страховки покрывают все эти расходы. Так что вы не можете сказать, что нет никаких оправданий тому, чтобы этого не делать. Еще раз повторяю, я получаю электронные письма, и я получаю их постоянно, но в этих письмах говорится, что у меня болезнь почек. Что мне делать при болезни почек? Ну а почему у нас болезнь почек? Давайте немного вернемся назад, не так ли? В чем первопричина? Так что это не ваша традиционная система здравоохранения, где мы говорим, «О, у меня заболевание почек, и я даю лекарства», или «Как мне вылечить мое заболевание почек?» Давайте выясним, что вызвало это заболевание почек. У вас диабет? Вероятно, так оно и есть. Давайте поработаем над диабетом. Давайте принимать правильные добавки, заниматься физическими упражнениями и менять образ жизни, чтобы помочь избавиться от диабета, и все начнет происходить, знаете ли, с самого начала. И там тоже. Так что тут просто так много всего происходит. На самом деле все дело в том, чтобы заботиться о себе. И, к сожалению, очень многие люди этого не делают, потому что главным препятствием всегда были эти расходы. И вы знаете, что именно здесь возникает необходимость в жидкости. Если вы проповедовали это, то мы все проповедовали это. Если мы здесь, то вы должны это полностью понимать. И я также получаю. Я получаю электронные письма. И мне кажется, что прямо сейчас их очень много. Они сравнивают продукты и просят меня. «О, вы знаете, зацените этот продукт». Это звучит потрясающе. Я не могу дождаться. Можем ли мы сделать что-нибудь подобное? И я прослушала всю эту маркетинговую болтовню. Это видео, которое вы, ребята, прислали. И оно очень востребовано на рынке. Это звучит очень заманчиво. Это звучит очень правдоподобно. И все дело в маркетинге. Перестаньте увлекаться маркетинговым мусором. Перестаньте попадаться на эту удочку. Я смотрю на продукт. Я смотрю на все и думаю, «Хорошо, в этой фирменной смеси содержится около пяти ингредиентов, количество которых не указано». На самом деле это очень маленькая фирменная смесь. И если вы посмотрите на четыре или пять из этих ингредиентов, то увидите, что они содержатся в наших пищевых добавках в достаточно высоких дозах, чтобы иметь терапевтический эффект. У нас просто нет их в таком же маленьком количестве во флаконе. Если вы будете принимать наши пищевые добавки, особенно такие, как наш комплексный комплекс Ultimate Wellness, вы получите все, что вам нужно. А затем вы сможете выбрать другие добавки в соответствии с потребностями вашего организма, например, наш коллаген или метиленовый синий. Я имею в виду, что здесь так много всего, что подойдет каждому. И вы, ребята, будете чувствовать себя так хорошо. Повторяю, наша цель – здоровье. Ваша цель, ваше здоровье – это ваше богатство. Так что без этого у вас ничего не получится. Так что вам нужно позаботиться о себе. Так что сосредоточьтесь на продуктах, ребята. Берите их сами. Вы заметите их пользу. Когда вы заметите пользу, когда почувствуете себя хорошо, вы расскажете об этом другим. Вы, ребята, сами являетесь продавцами. Сами себе продавцы. Так что вам нужно убедиться, что вы тоже чувствуете себя хорошо и ощущаете преимущество. Вот и все. Вернемся к вам, Бен. Это потрясающе. Большое спасибо, Лиза. Отличный материал. Я собираюсь повторить пару из этих вещей здесь, во второй главе. Но говоря об анализе крови, как, во-первых, просто дать людям представление о том, сколько должен или может стоить анализ крови, чтобы кто-то мог получить полную панель и все, что ему нужно? Ну, я имею в виду, что это действительно зависит от того, есть ли страховка или нет. Так вот, я имею в виду, что без страховки, знаете ли, вы могли бы обойтись, ну, знаете, в 300 с лишним долларов. Но если ваша страховка покрывает это, я имею в виду, что это, как правило, вы не платите. Все что угодно. Так что, если у вас действительно есть страховка, и она покроет расходы, что тогда вы просто идете к любому специалисту по кровопусканию и спрашиваете, могу ли я сделать анализ крови. Ну что же, вам нужно получить предписание от врача. Так что вам нужно записаться на прием к своему врачу, чтобы получить предписание на анализ крови. И зная, что большинство традиционных врачей, они просто делают самый минимум. Но я имею в виду, что это не так уж плохо. Часто нам действительно нужно посмотреть дальше. Но у меня есть целый список, который, если вам интересно, вы можете отправить мне по электронной почте. Я даю рекомендации, например, о том, что должен проверить врач функциональной медицины. И вы также можете посмотреть, напишут ли они это предписание и покроет ли это ваша страховка. Всегда есть способы проверить, все ли оплачено, прежде чем что-то делать, чтобы не получить, ну, знаете, счет. Но часто это всего лишь доплата. Это всего лишь визит к вам. Доктор. Это потрясающе. Не так ли? Значит, один из нас замерзает. Это вы или я? Райан собирается рассказать нам об этом. Это Лиза. Все в порядке, хорошо. Не беспокойтесь. Сегодня утром Райан сказал, что наш интернет работает не очень хорошо, и он хотел его перезагрузить. Но я была занята, так что он этого не сделал. Все в порядке, круто. Итак, раз уж мы затронули эту тему, как часто людям следует сдавать анализ крови? Определенно ежегодно. Сто процентов годовых. Если у вас что-то происходит, то знаете ли, каждые 3-6 месяцев, потому что если вы вносите изменения в себя, вам также необходимо следить за этими изменениями. Так что, безусловно, 3 месяца это минимум. Я имею в виду максимальный срок, который нужно пройти. Извините, это наименьший срок, который нужно пройти. Так что нет смысла брать деньги в течение этого трехмесячного периода. 3, 6, 9, 12 месяцев. Если с вашим организмом все в порядке, и вы действительно ничем не занимаетесь, то вам нужно больше заниматься профилактикой, а затем уж точно ежегодно. Это потрясающе. Любовь моя. Просто великолепна. И все такое прочее. А что касается вашей точки зрения на сравнение продуктов и людей, которые их видят, то да, существует много сумасшедших вещей. Много отличного маркетинга, благодаря которому плохие продукты звучат хорошо. И я вижу, как это появляется по всему Facebook. В последнее время все чаще и чаще, вероятно потому, что я нажимаю на это, и они показывают мне это чаще. Потому что я хочу посмотреть, что это такое и как они продвигают, потому что мы также реализуем множество маркетинговых стратегий. Но вы знаете, когда вы видите продукты, подобные тому, о котором я говорил на прошлой неделе, я думаю, что они стоят 59 долларов и даже не являются органическими. Может быть это вкусно. И это как раз то, что они продают. Но затем вы заходите на эту рекламу или страницу отзывов, называйте это как хотите, в блог, и там конкретно говорится. Мне заплатят, если вы закажете эти продукты или что-то в этом роде. Так вот, когда речь идет о деньгах, и это было одно и то же, вы знаете, я часто рассказываю эту историю, но когда мы с доктором Райаном отправились на ту конференцию по оздоровлению, или это была не совсем конференция по оздоровлению, это было просто как бы это ни называлось доктор Райан. Но где все эти компании, бренды и продукты пытались продать врачам, клиникам и другим практикующим врачам, которые затем выходили на рынок и продавали эти продукты за равные деньги? Значит, компания, производящая эти препараты, продает их врачам с целью получения прибыли. Врачи затем продают их пациентам с целью получения прибыли. Это очень похоже на сетевой маркетинг. Вы должны это делать, когда в деле участвуют несколько человек, цены растут, вы переплачиваете за продукты. И все это больше связано с деньгами, чем с реальным получением результатов и отдачей. У вас, ребята, полезные продукты. А также кое-что из того, что мы там видели. И самое страшное заключается в том, что эти врачи, которые на самом деле покупают и продают эти продукты в своей практике и в своих клиниках, даже не знают, насколько плохи эти продукты, потому что этот продавец убедил их, что они хороши. Я имею в виду некоторые оправдания, которые мы услышали на том мероприятии, например, когда мы спросили, почему это неорганическое. И знаете, что-то вроде «ну я не знаю», она сказала что-то вроде «это лучше, чем органическое» или что-то в этом роде. Я расскажу вам еще одну историю об этом здесь, во втором выпуске. Вы знаете, мы спрашивали об этом, но это растение выращивается с использованием пестицидов. А она говорит «нет, пестициды не попадают в настоящие фрукты». Они остаются только в листьях на плодоножке или что-то в этом роде. А потом мы спросили эту другую даму, знаете, как получилось, что вы перечисляете смесь, о которой говорили листья, и не указываете фактическое количество ингредиентов в продукте. А леди говорит, что это частная собственность. И это их оправдание. Похоже, они думают, что если ни у кого больше нет этой волшебной формулы, то они могут взвинтить цену и сказать «ну ни у кого больше нет этой формулы, вот почему она такая дорогая». И знаете что? Лучшего продукта вы не получите. Вы не получите продукт более высокого качества, особенно если он неорганический. Тогда вы платите за то, чтобы в вашем организме накапливались токсины, пестициды, химикаты и другие вредные вещества. Я имею в виду, что вы занимаетесь этим неделю, две недели, 30 дней, даже знаете, пьете кофе в Starbucks, McDonald's, Dunkin' или что-то в этом роде. Кофе один из самых грязных продуктов на планете. Это наш сертифицированный Министерством сельского хозяйства США органический кофе, самый полезный в мире. Он обладает восхитительным вкусом благодаря маке и клетчатке для снижения веса, а также шести грибам, улучшающим работу мозга. Я имею в виду, что это потрясающий продукт. Но если вы будете пить Starbucks каждый день в течение месяца, то не почувствуете себя плохо. Но в конечном итоге вы продолжаете это делать, и эти токсины продолжают накапливаться в вашем организме. Вы ставите под угрозу свою иммунную систему. Вы можете заболеть. Вы увеличиваете скорость своего старения, вы становитесь старше быстрее, и у вас может развиться рак. Вы можете умереть. Как будто нет никакой причины делать это, особенно если вы платите больше за то, чтобы добавлять вредные вещества в свои продукты, в свой организм. И это одна из вещей, которая мне очень нравится в докторе Райане, потому что многие разработчики рецептур не задумываются об этом. Они говорят, о, у нас в этом продукте так много удивительных ингредиентов. И во многих случаях это правда, но в них также есть и вредные вещества, которые компенсируют полезные свойства. И доктор Райан так старательно обращает внимание не только на то, что входит в состав продукта, но и, что не менее важно, на то, что остается за его пределами. И это очень, очень важно. Так что спасибо, что затронули эту тему, Лиза. И да, первое, на что вам, ребята, нужно обратить внимание, особенно когда вы сравниваете наши сертифицированные Министерством сельского хозяйства США органические продукты с чем-то, что ими не является. Если это неорганическое, и у нас есть органический продукт, наш лучше, не покупайте его. Да. Но нет, продолжайте задавать Лизе эти вопросы, потому что она очень честная. Я имею в виду, что на рынке есть несколько отличных продуктов. Без вопросов. Я имею в виду, что все они будут стоить, знаете ли, 50, 6 тысяч 80, 100 долларов. И это только в том случае, если вы хотите то, что вам больше нравится, в этом нет ничего плохого. Я бы предпочел, чтобы вы взяли дорогой, с завышенной ценой, хороший, полезный продукт, чем дешевый, содержащий плохие ингредиенты, если в этом есть смысл. Так что продолжайте спрашивать Лизу, она будет честна, она будет правдива, она будет откровенна. Она скажет вам, нет, на самом деле это отличный продукт. Если он вам нравится, продолжайте его принимать. Вот альтернатива. Это наши органические суперзеленые продукты, сертифицированные Министерством сельского хозяйства США. Попробуйте это. Если вам нравится, то отлично. Если вам не нравится, продолжайте использовать то, что вы используете, но не прекращайте принимать это, потому что это отличный продукт. Так что она прекрасно относится к этому и будет с вами абсолютно честна. Повторяю, она не собирается критиковать продукты, если они этого не заслуживают. И она скажет вам, хороши ли они. Так что давайте обратимся к нашему директору по разработке продуктов, доктору Райану, чтобы узнать, что происходит на рынке. Я знаю, что поддержка интуиции очень-очень важна. Заказы на продукцию растут. Мы получаем отзывы, рецензии, обзоры, все что угодно. Ребята, вам это очень нравится. Мне это просто нравится. Так приятно видеть ваше лицо, доктор Райан. Что у вас есть для нас на сегодня? О боже, это так трогательно, ребята. И я просто впитывал в себя все, что вы говорили сегодня, ребята. Я просто кивнул. Для меня это было вступлением к микрофону. Но чувак, кто-то же должен научить тебя, как попасть на автоматический корабль. У тебя не может не хватить четвертого фактора. И очень быстро перейди на автоматический корабль, он находится у нас за спиной, в твоем бэк-офисе. Ты можешь зайти, можешь остановиться и убедиться, что мы отправляем его тебе каждый месяц, чтобы у тебя не заканчивались деньги. Исходя из моего опыта работы в аптеке, я всегда считал, что это замечательный сервис. Это имело смысл для всех, и знаете, все этого хотели. А потом, благодаря сетевому маркетингу, я узнал немного о том, что некоторые из этих наиболее недобросовестных брендов охотятся на людей, заставляя их переходить на автоматическую смену. Больше я ничего не знаю. Но когда я слышу это, и я слышу это слово, и у нас с Беном возникают разные коннотации, и то, что оно означает, это становится интересным. Но с моей точки зрения, ни у кого не должно заканчиваться количество этих добавок, которые вам нужно принимать каждый божий день. Так что я хотел бы обратить ваше внимание на пару важных моментов. Я собираюсь начать с того, и я действительно ценю то, на каком этапе вы все находитесь с запуском брендов, продуктов и прочего, что выходит на рынок. И они стремительно распространяются по социальным сетям и другим каналам. Но это, вероятно, так и будет. Это немного объяснит задержку, которую мы наблюдали в нашей внутренней поддержке. Совсем недавно, за последние два года, было проведено исследование, которое показало, что более 60% товаров на Amazon были фальсифицированы. Таким образом, они были неправильно маркированы. Таким образом, в них либо не было того, о чем говорилось. У них не было того, о чем они говорили, сколько, по их словам, в них было. В них были загрязняющие вещества, а иногда, как в примере с эректильной дисфункцией или поддержкой мужского здоровья, в них на самом деле содержался настоящий наркотик. Хотите верьте, хотите нет. Таким образом, более 60% этих продуктов продаются в магазинах. Недавно компания Amazon начала говорить, окей, на самом деле это три категории из четырех товаров, которые требуют гораздо более тщательного тестирования. Они собираются обратить внимание на снижение веса. Так что все, что связано с потерей веса, они будут искать на все, что связано с сексуальным здоровьем, а затем на спортивные результаты. Так что теперь вы видите, что все больше брендов вынуждены, а не добровольно, выходить на рынок и тестировать свою продукцию. Это верно. Ребята, это хорошая новость для индустрии, но где они были все это время? Они грабили людей. Я имею в виду, что они давали людям совсем не то, что, по их мнению, они получали, лишая их воды. И это просто причиняет мне боль. Понимаете, потому что я это понимаю. Я думаю, знаете, с нашей точки зрения мы с Лизой похожи друг на друга одинаково. Если кто-то отправит электронное письмо и ему понравится какой-то конкретный продукт, а чего-то в Ливгуд нет, мы сразу скажем вам об этом, изучив бренд. И в первую очередь нужно обратить внимание на его прозрачность. Прозрачность — это очень многое. А как выглядит владелец бренда? Что они говорят? Что говорится в маркетинговых материалах? Как они выглядят? Но что более важно, что они вам показывают? Каковы результаты тестирования их продукции? Это именно тот материал, который мы всегда сразу же ищем на экране. Конечно же, затем мы смотрим на этикетки фирменных смесей, где они пытаются что-то скрыть. И в тех фирменных смесях, которые они тестируют, тоже будет не очень прозрачно, не так ли? Они не хотят, чтобы вы видели все, что там содержится. Так что вернемся к тому, что Amazon тестирует. Это резервное копирование лабораторных данных. Итак, наш продукт для поддержки работы кишечника, к сожалению, стал жертвой этого отложенного тестирования. Просто чтобы вы знали, ребята, когда мы смешиваем порошки перед капсулированием, мы проводим тестирование. Мы проводим тестирование прямо здесь и сейчас. На самом деле мы тестируем активный ингредиент, когда он поступает в больших количествах, еще до того, как его смешивают. Затем, когда мы смешиваем порошки, готовые к инкапсуляции, мы тестируем это еще раз. Потому что таким образом мы знаем, когда у нас есть готовый продукт, который мы также отправляем на тестирование, мы знаем, что это это пройдет с честью и не вызовет проблем. Так что это в некотором роде просто хорошая практика. Так что мы немного задержались с этим. Таким образом, служба поддержки Гуд стала жертвой задержек с тестированием как смешанных продуктов, так и готовой продукции. Так что, к сожалению, мы не можем опубликовать эту информацию, пока она не будет завершена. К сожалению, это будет в основном 18-я неделя. Но я надеюсь, что вы, ребята, сможете поймите важность всего этого тестирования и то, что оно означает для вас, потребителя, а это очень важно, ребята. Итак, хорошо, давайте немного поговорим о других продуктах, запущенных в производство. За этим стоит целый ряд других. Мы рассматриваем CBNS Липгами. Если вы слышали, как мы раньше говорили о CBNS Липгами и ребятах, то вот что самое смешное. Мы уже несколько месяцев занимаемся исследованиями и разработкой CBNS Липгами. Я не знаю, за шесть с лишним месяцев работы мы увидели, как несколько брендов появились в сети. Но опять же, я смотрю на их товары, и они даже близко не похожи на наши. Так что я все равно думаю, все в порядке, никаких проблем. Никаких проблем. Они уже поступили в продажу. Нам не обязательно всегда выходить на рынок первыми, но знаете что? Мы собираемся стать лучшими на рынке. И это то, чем я очень горжусь. Так что скоро появится CBNS Липгами. Это потрясающе. Так что линия средств по уходу за кожей CBNS Липгами для поддержки кишечника будет запущена очень-очень скоро. Вот и все. Для меня это ежедневная работа, которая прямо сейчас заключается в том, чтобы убедиться, что этикетка и флаконы соответствуют требованиям, и все сделано идеально. Так что это будет обнародовано очень скоро. Это, конечно, четыре разных варианта для женщин и мужчин. У нас есть продукт для детоксикации, который Лиза, я не хочу сказать, продвигает, но люди спрашивают. Детоксикация уже в пути. Хлорофилл и циолит. Я думаю, что вы, ребята, будете в восторге от этого продукта. Это такой потрясающий продукт. Мы им пользуемся. Лиза, я пользуюсь им ежедневно. Я знаю, что это не обязательно должно быть ежедневным, но мы используем его ежедневно. Поэтому нам так нравится этот продукт. Он подходит для использования в сочетании с органическим морским мхом. Это комплекс микроэлементов. Они прекрасно влияют на работу всех наших мышц и нервной системы, что также очень скоро произойдет. А кроме этого есть еще много-много других вещей. Наш белок постоянно обновляется. Я уже говорил об этом на прошлой неделе, но наш белок не обновляется до органического, сертифицированного Министерством сельского хозяйства США, 30 порций в упаковке. У него лучший аминокислотный состав. У него лучший сухой вес. Ребята, подождите, пока вы это не увидите. У него потрясающий вкус. Мы не согласились бы ни на что меньшее, чем то, что у нас уже было. И это был фантастический, потрясающий, лучший продукт на рынке, но мы просто подняли его на новую ступень. Так что мы просто в восторге от этого. Но в остальном продажи просто великолепны. Я нахожусь на складе. Мы здесь, в этой комнате, прямо сейчас упаковываем коробки с летучими мышами международного производства. Остальная команда сегодня очень занята. Дела идут очень, очень хорошо. И я просто хочу поделиться с вами одним важным моментом, касающимся здоровья. Я знаю, что у нас не так много времени, и я действительно хочу услышать об этих улучшениях в рейтинге. Какая потрясающая неделя выдалась. Вы, ребята, просто потрясающие. Но я хотел бы поделиться с вами одной концепцией здорового образа жизни, чтобы вы могли над ней поразмыслить. Когда вы просыпаетесь утром и спите 8, надеюсь, 8 часов, ну, знаете, с 7 до 9, восстанавливающий сон, хороший сон, вы просыпаетесь. Понимаете, у тебя был дефицит гидротации. Вы не употребляли воду. Ваше тело, знаете ли, было таким, что мы могли бы немного вспотеть. Вы определенно дышите и теряете воду, не так ли? То же самое, что вы не ели. Таким образом, вы даете своему кишечнику шанс восстановиться и очиститься. Но у вас также был дефицит белка. Так что организм на самом деле не наращивал мышечную массу. Вот что я делал. Это только мое дело. Это один из самых действенных способов взлома, который вы только можете придумать. Я объединяю наш набор палочек для усиления гидротации. Вот и получился лимонный лимонад. Я смешиваю его с эфирными маслами лимона и лайма со льдом. Я добавляю много воды, потому что хочу разбавить его, понимаете, просто чтобы немного смягчить. Я пью немного перед тренировкой. Я пью немного сразу после тренировки. Ребята, позвольте мне сказать вам, что голодание меняет правила игры. Если вы собираетесь есть, то это тоже хорошо. Но если вы голодаете, то ваши аминокислоты должны поступать в организм через кровоток, потому что они свободны. По сути, они находятся в свободной форме. Это аминокислоты в свободной форме. Ваше тело будет использовать их для наращивания мышечной массы, и вы остаетесь в состоянии голодания. Я просто рассказываю об этом всем, кто хочет узнать больше о том, как правильно голодать. Смотрите, мы увеличили изображение, но ребята, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Просто удивительно, как вы себя чувствуете. Таким образом вы получаете увлажнение, вы получаете необходимые аминокислоты, организму это просто нравится. Так что я думаю, с обновлениями продуктов покончено. Однако прежде чем вы уйдете, я скажу вот что. Как вы сказали, Отер, Бен затрагивает очень многих людей в промышленности, и то же самое я могу сказать и о других продуктах. Разделяю те же чувства, что и ты. И я знаю, что Лиза тоже думает о том, как он влияет на нашу жизнь, а также на жизнь каждого здесь на складе. Атмосфера здесь такая высокая, энергия такая хорошая. Наша культура такая сильная. И мне это просто понравилось с самого начала. Это полная прозрачность, чувак. Это полная абсолютная прозрачность. Так что спасибо тебе, Бен. Я ценю это. Возвращаюсь к тебе. Это потрясающе. Большое спасибо, доктор Райан. И для тех из вас, кто не понял, доктор Рой говорил о нашем полноценном растительном белке, который уже является самым чистым, полезным и потрясающим растительным белком на планете. Но сейчас, поскольку это всего лишь 15 порций, вам придется купить две за один раз. Месячный запас, если вы собираетесь выпивать одну мерную ложку или одну порцию в день. Так что теперь новый пакетик на 30 порций больше похож на наш сывороточный протеин, но он сертифицирован Министерством сельского хозяйства США как органический. Вы сэкономите несколько долларов. Стоимость каждого пакета составляет 22 доллара, то есть 44 доллара за месячный запас. Мы еще не установили цену на новый пакет. Мне нужно поговорить с доктором Райаном о нашей стоимости, но она определенно будет меньше 40 долларов. Таким образом, вы сэкономите как минимум 4 доллара на месячном запасе растительного белка, а возможно и больше. Я оставлю все как есть. Но да, я в восторге от всего этого. Я немного расстроен, что Гуд еще не на складе. Я думал, что его доставят на этой неделе, но все в порядке, значит 18-го числа, то есть еще через 9 дней. Он должен быть у населения. Вот тогда он отправится или вот тогда прибудет. Хорошо, значит так и должно быть. Этот грузовик должен выехать к понедельнику. Я думаю, что в понедельник будет 18-й банк. Можете ли вы просто подтвердить это или кто-нибудь другой? Сегодня именно этот понедельник, так что мы получим данные до пятничного увеличения. Я хочу, чтобы это было у меня. Я хотел, чтобы это было у меня в руках уже сегодня, готовое к продаже. Вы это знаете. Я хочу, чтобы оно было у меня в наличии в течение двух пятниц, начиная с сегодняшнего дня, в режиме онлайн, готовое к запуску. Я хочу, чтобы оно было готово к работе. Это и есть моя цель. Это потрясающе. Все в порядке. Так что же у нас есть? Сегодня мы много говорим, но давайте по-быстрому, как вы оцениваете время, затрачиваемое на жевательные резинки CBN для сна. Жевательные резинки — это сложная задача, и с детьми она всегда одинакова. Так что мы уже 6 недель не пользуемся жевательными резинками CBN для сна. Это средство по уходу за кожей. Осталось 4 недели. Детоксикация организма. Осталось 2 недели. Ох. Да, я знаю. Эти две процедуры отлично сочетаются друг с другом. Так оно и есть. Да. А как насчет мумио? Прошло 4 недели. Все в порядке, это потрясающе. Я знаю, что за этим стоит очень многое. У нас начинается гормональный всплеск у мужчин. У нас есть наш бытовой пылесос, над которым мы работаем уже долгое время. Надеюсь, в этом есть какой-то прогресс, но... Отличная штука, доктор Райан, большое вам спасибо. Хорошо, давайте перейдем к некоторым повышениям в звании. Чувак, 60% продуктов, это не то, что о них говорят. Доктор Райан, а 60%? Да, на самом деле это тоже было исследование. Это исследование было опубликовано. Они протестировали более 60% из них. Это безумие. И вот, кстати, об этом, это забавно, потому что мы проводим множество подобных сравнений и прочего. Так что мы покупаем множество различных продуктов просто для сравнения и прочего. И я отправлю электронные письма многим из этих компаний, делая вид, что заинтересован в покупке их продукта, просто чтобы посмотреть, я такой. Вы не указываете, что входит в состав вашего продукта, что в нем содержится. Откуда мне знать, что это органический продукт? Вы говорите мне, что это органический продукт, но у вас нет никаких документов. Ингредиенты даже не указаны как органические. А потом они придумывают все эти отговорки. И это просто безумие какое-то. Отсутствие документации, отсутствие прозрачности и просто откровенная ложь, которую они вытаскивают неизвестно откуда, чтобы попытаться продать вам продукт и заработать на нем немного денег. Поэтому я хочу, чтобы вы, ребята, знали и осознавали ценность этого, потому что, как сказали и Нодер, и Райан, прозрачность для нас имеет огромное значение. И это касается всего, начиная с наших продуктов и заканчивая тем, как мы ведем наш бизнес, как мы продаем наши продукты или наши затраты, наши накладные расходы и все такое прочее. Мы хотим, чтобы вы, ребята, поняли это и стали частью нашей компании. Мы рассматриваем вас как партнеров в этом бизнесе. Мы не доходим до 1 часа 41 минуты. Там, где мы сейчас находимся, насчитывается 5 миллионов пользователей, если все мы не будем работать вместе на одной странице, распространяя одно и то же сообщение. Так что мы очень благодарны вам, ребята, за то, что вы все действительно видите это и разделяете миссию с такой страстью, любовью, добротой и всем, что мы делаем. Но я хочу сказать, что на каждый из наших продуктов есть ссылка внизу нашего веб-сайта, которая гласит «Сертификаты об анализе». Мы показываем вам все тесты, отчеты о токсичности. Мы показываем вам сертификаты анализа каждого ингредиента, входящего в состав каждого из наших продуктов. Так что нет никаких сомнений в том, что в каждом из наших продуктов мы используем органические ингредиенты высочайшего качества. Сертифицированные Министерством сельского хозяйства США. Мы точно указываем количество каждого ингредиента в каждом продукте, чего вы не увидите в других компаниях. На самом деле, если говорить о том, о чем говорил Нотер в самом начале, то все эти компании существуют, и я поделился этой историей вчера вечером. Но если вы посмотрите на список рейтингов Momentum, который я слышал, я вижу, что вы, ребята, публикуете разные материалы. Я не обращаю внимания на большинство вещей, которые там есть, но вы знаете, по-видимому, мы были самой быстро растущей компанией номер один в рейтинге «Бизнес для дома». Я имею в виду, что если это еще не было достаточно очевидно за последние полтора года, то мы являемся самой быстро растущей компанией в мире. Промышленность. Теперь это официально, потому что они сами об этом заявили. Но я просмотрел первые три страницы этого сайта. Я думаю, что на каждой странице представлено по 25 компаний, просто чтобы посмотреть, что они продают, узнать их цены и качество их продукции. На первых трех страницах Granit некоторые из этих компаний являются международными. Я понятия не имею, чем они занимаются, потому что это было написано на иностранных языках. Некоторые из этих компаний не продают добавки, будь то криптография, что угодно, юридическая защита, я не знаю, разные вещи. Но ни одна, ни одна из этих компаний, по крайней мере на первых трех страницах, я не остановилась на этом, потому что была просто очень разочарована тем, как устроена эта отрасль. И еще раз повторю, именно по этой причине я и ушел. Ни один из них не входит в топ-75. И опять же некоторые из них не продают пищевые добавки, так что я не собираюсь этого делать. В любом случае просто хочу внести ясность, но из 75 ведущих компаний ни у одной нет органических продуктов. Ни у одной нет сертифицированных Министерством сельского хозяйства США органических продуктов. Несмотря на то, что Ньюскин, на YouTube есть парень, который говорит, что Ньюскин не использует органические продукты, потому что их продукция лучше, чем органическая. Именно такие вещи вы там и слышите. Это абсолютно нелепо, что эти компании так сильно сокращают расходы и ставят под угрозу только качество своего продукта, целостность компании и продукта. А также то, что они вкладывают в своих потенциальных клиентов и тела своих клиентов, пытаясь улучшить качество своей продукции. Убедите их, что это сделает их здоровыми, когда в этих продуктах содержится весь этот мусор, токсины, химикаты и прочая дребедень. И это очень печально. И я очень горжусь тем, что мы исправляем, меняем и разрушаем все эти глупые компании, которые просто делают все неправильно. Вы проделали отличную работу, доктор Райан. Все в порядке. Повышение в звании, еще одна выдающаяся неделя, особенно с нашими бронзовыми медалями. Это называется дублированием. Я не упоминал об этом ранее. В истории индустрии нет ни одной компании, которая была бы дублирована даже близко к тому, что мы видим в Ливгуд. Это сумасшедшая цифра. На прошлой неделе у нас было 3,003-3030. На этой неделе у нас было на 700 бронзовых наград больше. 3,854 человека, из них 3,85 получили бронзу только на этой неделе. Это 550 человек в день, достигающих по крайней мере первого бронзового ранга, 550 человек в день. Большинство компаний не видят повышения рейтинга на 550 человек за год. 550 человек в день, не за неделю, а за день. На этой неделе каждый божий день 550 человек получают бронзу, и это даже не считая других рангов. И это не преувеличение. Я имею в виду, что когда мы говорим о том, чтобы набрать 15 человек на этой неделе, это несколько более медленная неделя по сравнению с некоторыми другими. У нас уже было. Большинство компаний не набирают 15 человек за год. Я имею в виду, что 10-12 сотен человек в месяц — это солидная компания сетевого маркетинга. Это хороший показатель роста. Это хорошо. Это хорошая стабильность, масштабируемость, постоянство, что угодно. Да, это 15 человек в год. Мы сделали это на этой неделе в течение медленной недели, прямо перед тем, что должно произойти, когда все возвращаются в школу, люди просыпаются, возвращаются, и наш импульс растет. Строится больше, чем когда-либо. Наше имя становится нарицательным еще до того, как мы запускаем двигатель, что должно быть очень пугающим для любой другой компании на рынке. Давайте поговорим о том, что мы не можем этого не заметить. Ребята, это то, чего вы не можете не заметить. На этой неделе появилось 3,854 тысячных новых бронзовых медалей. Поздравляю, у вас у всех новые потрясающие бронзовые медали. Мне это очень нравится, потому что многие из этих людей испытывали трудности в сетевом маркетинге. Многие люди даже никогда раньше не занимались сетевым маркетингом. И это очень важно, это очень важно, потому что мы говорим об этом. Но если мы собираемся вырасти до 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов членов этой компании, то это не приведет к «Я пришел всего лишь от небольшой группы специалистов по сетевому маркетингу». Это предложение поступит от каждого человека в мире, который нуждается в этих добавках и экономит деньги на добавках высочайшего качества по самым выгодным ценам во всем мире. Так что именно о таком дублировании я и говорю. Мне это просто нравится. Это то, ради чего я вышел на пенсию, чтобы сделать, увидеть, воплотить в жизнь. И это намного превосходит мои самые смелые ожидания. Я так горд, благодарен, счастлив видеть это и просто так горжусь вами, ребята. Это потрясающе. Так что продолжайте в том же духе. Вы, ребята, просто потрясающие. Еще раз поздравляю вас. У нас появилось 408 новых серебряных призеров, 408 новых партнеров с серебряным рейтингом, которые создали команду из более чем 20 человек в своей организации, они просто говорили, о боже, что происходит. Ребята, у нас 408 новых серебряных монет. Поздравляю, серебряные монеты. Продолжайте в том же духе. Только на этой неделе забито еще 57 голов. 57 человек получили звание «золотых», сформировав команду из 100 человек. В сетевом маркетинге такого не бывает. В компании, занимающейся сетевым маркетингом, такое случается раз в месяц. Только на этой неделе у нас этим занимались 57 человек. Поздравляю вас с достижением всех наших целей. На этой неделе мы проводим 11 турниров Платинум по полтора раза в день. Люди создают команду из 500 человек в своей организации. Платинумы зарабатывают на низком уровне около 1000 долларов в месяц, а на высоком более 5 или 6 тысяч долларов в месяц. Это просто огромный уровень лидерства, если вы хотите это так назвать, но при этом очень высокий ранг, которого нужно достичь. И, ребята, несмотря на все дублирования, именно поэтому мы видим все эти серебряные, все эти золотые, все эти платиновые награды. Потому что вы не доберетесь до более высоких позиций. Ранги без того, чтобы люди просто приходили, повторяя этот успех, и имея возможность достичь этого бронзового ранга и этого бронзового уровня как можно быстрее. И у нас 550 человек занимаются этим каждый божий день. Это помогает многим людям получать новые звания каждую неделю. Ни одна компания никогда не видела таких цифр. И опять же, это только верхушка айсберга, только самое начало. Так что на этой неделе новых бриллиантов не будет. 11 платиновых, 57 золотых, 408 серебряных и 3854 бронзовых. Поздравляю всех вас, ребята. Мне это очень нравится. Моя любимая часть недели — смотреть на эти цифры и поздравлять вас, ребята, с тем, что вы пошли на это и добились успеха. Так что осталось буквально 30 секунд. Затем я хочу немного поговорить о честности. У меня есть еще пара пунктов в списке, но я позволю вам поздравить всех и сразу же вернуться к этому вопросу. Идите. Привет, большое вам спасибо, Бен. Дамы и господа, еще раз примите мои поздравления. Эти цифры просто ошеломляют. Я сижу здесь и слушаю, как Райан и Бен обсуждают запуск новых продуктов. Компании в нашей отрасли не обсуждают такие вещи. Они нанимают телохранителей и охрану руководителей и ходят в темные освещенные помещения, то есть в середину. Так что вы не услышите о следующих продуктах, которые появятся на рынке, потому что они так заняты производством продуктов с наименее эффективными ингредиентами за 5 баксов, которые продаются по 2 штуки за 100 долларов. Хватит покупать это и ждать следующего здесь. Когда мы запускаем новые продукты, люди покупают их для себя из-за их ценности. Именно поэтому тысячи людей каждую неделю органично и неизбежно делятся с нами информацией. Они не обязаны делиться, но у них есть возможность поделиться. Я так благодарен, что мы применили модель совместного использования в этом деле, дамы и господа. Я хочу поздравить всех вас с получением звания на этой неделе. Это такое благословение. Мы получаем более 550 бронзовых медалей в день. Это означает, что вы присоединились к нам, и все ваши деньги вернулись к вам в карман. Теперь вы играете на деньги заведения. И кроме того, вы становитесь здоровее. Одной вещью, которой поделился Бен, является наш идеальный набор для оздоровления. Дамы и господа, эти два продукта стоят 6-7 долларов в день. В Соединенных Штатах Америки к вашим дверям доставляется пакет услуг Ultimate Wellness со 100% гарантией возврата денег менее чем за 4 доллара в день. Это именно то, что покупают люди. Так что вы не собираетесь делиться вещами, которые людям не нужны. Это не ягода Асаи, не ягода Годжи, не ягода Нони и не любая другая ягода, название которой вы даже не знаете. Чтобы люди не обращали внимание на демонический компенсационный план и отсутствие прозрачности. Вот почему мы получаем дублирование. Наши продукты меняют жизнь людей. Люди обращаются к врачам, а врачи говорят, я не знаю, что вы делаете, но что бы вы ни делали, не бросайте это дело. Так что, пожалуйста, пройдите медицинское обследование, сдайте анализ крови, даже если вам придется оплатить его кредитной картой. Мне не хотелось бы советовать вам залезать в долги, но вы хотите знать, да и после того, что эти продукты сделают для вас. Это очень важно. Но, дамы и господа, владельцы компании не говорят о будущих продуктах. Потому что они дуют людей на все 100 долларов в месяц, которые они тратят на работу на своем сайте, на свои возможности и на свое здоровье. Но если у нас есть 100 баксов, они могут купить целую упаковку. Именно поэтому мы продублируем их. Да, у нас самая лучшая система. Да, Лиза Райан просто потрясающая. Да, Бен вышел на пенсию, но обычные люди, которые никогда не занимались сетевым маркетингом, звонят мне и говорят нет, или почему я получаю чек на 25 долларов. Я ничего такого не делал. Я такой, да, ты это сделал. Ты сказал своему другу, что они могут приобрести продукты по очень низкой цене, близкой к себестоимости. Так что мы отдаем тебе половину из 49 долларов, которые им обошлись, за то, что они присоединились к нам, чтобы поблагодарить тебя. В отличие от других компаний, которые вложили деньги в это дело. Так что они ездят на другом черном кадиллаке. Они ездят на другом, летают на другом реактивном самолете за счет матери-одиночки, которая оплачивает продукты, приготовленные не из лучших ингредиентов. Бен, спасибо вам. Лиза Райан, спасибо вам за то, что вы производите продукты для своей любимой семьи и благодаря силе сетевого маркетинга создаете идеальные продукты. Время и ценность, а также то, что Глинский выходит на пенсию и нанимает этого тупоголового клоуна, чтобы он влюбился в тебя. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы купили это, чтобы жить хорошо. К 2030 году у нас будет от 30 до 50 миллионов подписчиков. Дамы и господа, следующие три недели очень важны. Есть компании, которые обращаются к нам со словами «Эй, посмотрите на мой тарифный план». Каждый год в начале лета они занимаются сетевым маркетингом, потому что знают, что летом ничего не произойдет. Они разрабатывают компенсационные планы и обращаются к Бену, и я говорю, «Эй, у нас есть этот план, который может привлечь крупных лидеров. Давайте добавим в него какой-нибудь продукт». Что именно? Что случилось с тем, что давайте создадим продукт, который будет благословлять людей, и будем использовать сетевой маркетинг, чтобы поделиться им? Индустрия перевернулась с ног на голову. Вот почему мы стремительно развиваемся. И угадайте, что? Когда мы доберемся до всех 10 миллионов сетевиков в США, они начнут приходить. Они будут приходить. Они не приходят. Они не приходят. Мне все равно. Мне все равно. Я все равно не хочу, чтобы они были здесь. Во всяком случае, некоторые из них. Но знаете что? Когда у нас будет 30 миллионов человек, как вы думаете, откуда они возьмутся? Это сотрудник Starbucks. Это школьный учитель. Это пожарный, который не хочет платить 100 долларов за масло CBD, производство которого стоит 14 долларов. Спасибо тебе, Бен, за то, что ты вернулся с пенсии. Спасибо тебе за то, что ты стал разоблачителем этой отрасли и подставил свою шею, когда в этом не было необходимости. У тебя есть больше, чем кто-либо может себе представить. Вы сделали это, во-первых, потому что выбрали подходящий момент, во-вторых, потому что вы любите эту индустрию, и мы любим вас за это. Вернемся к вам. Я заткнусь. Да, это очень долгие 30 секунд. Вы злоупотребили этим. Но нет, прозрачность — это то, к чему мы все стремимся, ребята. Мы хотим, чтобы вы, ребята, поняли и увидели, и мы делаем это по-другому. Именно об этом я сегодня написал в честности, и именно об этом я хотел поговорить. Потому что вчера вечером у меня состоялся хороший разговор с лидером Даймонд Карри Расселом. Он позвонил мне и спросил, вы видели эту компанию? Один из директоров по науке, или как там его еще называют, похож на преступника из другой компании, который обманул всех этих людей. И знаете, это безумие, что я вижу подобные вещи. Ноттер упоминал, знаете ли, одного парня, и он такой, я не буду называть его имени. Я скажу вам, как его зовут. Там был парень по имени Рассел. Это Маделин. Маделин. Да. Чувак осужден за растление малолетних. И почему-то кому-то пришло в голову, что было бы неплохо объединиться с ним и основать свою компанию BitClub, которая сейчас закрыта правительством. Но я имею в виду, кто будет сотрудничать с осужденным растлителем малолетних. Просто некоторые вещи, которые я вижу в этой индустрии, настолько неправильны, сомнительны, отсталые. И просто я не знаю, мы сосредоточены на том, чтобы просто делать это правильно, делать это. Просто быть добрыми, если ты делаешь это правильно, будучи честным, а не по какой-либо другой причине, тогда это правильный способ делать что-то. Спасибо вам. Так что я просто хочу, чтобы вы, ребята, поняли, потому что команда, с которой мы работаем, я ценю то, что вы сказали. Потому что это идеально вписывается в то, о чем я собирался поговорить сегодня. Вот это и есть честность. Я имею в виду, что вы видите это, и да, этот парень любит много говорить. Вы знаете, он обожает свое оружие. Он сам себя называет помешанным на Иисусе, но в нем столько честности. Я имею в виду, что в свободное от работы время он только и делает, что занимается своим служением. Он возит детей из малообеспеченных семей на миссии, в лагеря и просто любит их. Но в индустрии я имею в виду, этот парень помог стольким людям. Вы не услышите, чтобы хоть один человек в индустрии за ее пределами или где-либо еще сказал плохое слово о нотере. Потому что он сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам, независимо от того, кто вы такой. Есть то, чем вы занимаетесь, что вам нравится, что вам не нравится, ваши убеждения, ваше прошлое, что угодно. Он снимет рубашку со спины, чтобы помочь вам, даже если он вас не знает. Именно такие люди работают в нашей компании. И причина, по которой я хотел объединиться с ним, заключалась в том, что он сказал, что я должен нанять его. Я, черт возьми, не нанимал его. Он убедил меня прийти и сделать это вместе с ними. Но нет, этот парень просто потрясающий. И я не работаю с людьми, которые не являются таковыми, если вы, ребята, этого не заметили. Райан и Лиза одно и то же лицо. Я имею в виду, что они такие же искренние, прозрачные, настоящие, честные, как день, просто удивительные люди. Как вы можете видеть, они практикуют то, что проповедуют. Они живут этим, они дышат этим. Им нравится помогать вам, ребята. И как и Нотер, они отдадут все, чтобы помочь вам, ребята, осознать это, и стать хотя бы немного здоровее, чем вы есть сейчас. Вот такая у нас здесь команда. Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что у нас здесь есть люди, которые готовы вам помочь. И как сказал Райан, он работает на складе, и культура там потрясающая. Всем нравится там бывать. Они знают, что помогают людям стать здоровыми. Они так преданы своему делу, так увлечены, с таким энтузиазмом выполняют заказы на продукцию каждый божий день в срок. Если им придется задержаться допоздна из-за того, что у нас был день с несколькими дополнительными сто или тысячи заказами. Они задержатся допоздна и позаботятся о том, чтобы их доставили вовремя. День, потому что они знают, как сильно вы, ребята, хотите их видеть. Наша служба поддержки клиентов работает точно так же. Они просто великолепны. Они сделают все возможное, чтобы дать вам, ребята, исчерпывающий, продуманный и точный ответ на любой ваш вопрос, на любую вашу просьбу. И знаете, мы просто хотим, чтобы вы, ребята, знали, что мы здесь для того, чтобы доминировать. Мы здесь для того, чтобы прийти и полностью разрушить ситуацию, сделав все правильное и справив ее. И знаете что? Вчера вечером я сказал Карри, что когда все остальные делают что-то неправильно, так легко нарушить то, что они делают, потому что... Это прекрасно. Вы приходите и делаете все правильно, и в этом есть смысл. На самом деле, говоря об этом, это была хорошая цитата, но Райан сказал кое-что хорошее, что я тоже записал. Где это было? Подождите, я это записал. Дайте мне одну вторую цитату. Ребята, вот здесь две страницы заметок. Наше средство по уходу за кожей выглядит действительно хорошо. Лиза выглядит намного моложе. Кто это? Я выгляжу моложе. Лиза. Нет, я нашел это. Нет, Райан, это хорошая фотография. Он сказал, что мы не всегда первыми продвигаем продукт или выводим его на рынок, но мы всегда будем лучшими в этом деле. Это было хорошее решение, доктор Райан. Вы просто поработали над этим. И это абсолютная правда. Иногда мы оказываемся первыми. Ни у кого нет продукта, подобного нашему фактору 4, но мы не изобретали суперзелень. Мы не изобретали суперкрасные. Мы не изобретали женскую гормональную поддержку, но у нас есть лучшие из этих продуктов на рынке. Если говорить о женской гормональной поддержке, то это стало одним из наших самых продаваемых продуктов. Дамы, если вы еще не пробовали это средство, закажите его. 14 долларов 95 центов, цена участника. Судя по тому, что я слышу, что я вижу, по отзывам, которые мы получаем, это просто потрясающий продукт, который меняет правила игры. Так вот, это действительно то, о чем я хотел поговорить сегодня. У меня есть еще несколько вопросов, но мы можем отложить их на следующую неделю. Вы, ребята, просто потрясающие. Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам. Продолжайте в том же духе. Мы набираем обороты. Новые инструменты, ресурсы, реклама. Словом, все это начнет внедряться в ближайшие пару недель. Вероятно, в следующую пятницу у меня будет кое-что для вас, ребята, чтобы вы могли пойти туда и просто подлить немного масла в огонь, как будто нам это нужно. Слухи быстро распространяются. Я имею в виду, что это действительно захватывающе, видеть, как быстро наше имя становится нарицательным. Мы только что разместили объявление о поиске нового сотрудника службы поддержки клиентов. Нет, мы его не нанимаем. Если вы уже работаете в Лив Гуд, мы не нанимаем партнеров, но это было отчасти хорошо, отчасти плохо. Но примерно 10 соискателей сказали, о, я покупаю, я уже пользуюсь продуктами Лив Гуд. И еще, что именно? Да, это значит, что мы начинаем привлекать людей, не связанных с сетевым маркетингом. И именно поэтому вы знаете, рост, который мы наблюдали на этой неделе, привел к тому, что многие участники, совершенно не связанные между собой, не становятся аффилированными лицами. У нас все еще есть масса аффилированных лиц, присоединяющихся к этой компании, люди регистрируются в качестве аффилированного лица и участника. Но у нас много участников заходят, оформляют подписку и заказывают продукт, потому что хотят попробовать эти удивительные продукты. Слухи распространяются повсюду, ребята. Как только они это увидят, они уже не смогут этого не заметить. И не нужно быть гением, чтобы понять, что мы делаем. Высочайшее качество по самой низкой цене. Похоже, что так оно и есть. Эту концепцию легко понять. И когда люди поймут, что это реально, это правда, и это может им помочь, они смогут сэкономить деньги. Это просто беспроигрышный вариант для всех. Так что на этом мы закончим. Ребята, большое вам спасибо за то, что присоединились к нам. Еще раз поздравляю вас с такой насыщенной неделей. Поздравляю всех, кто повысил наш рейтинг. Добро пожаловать на борт всем, кто присоединился к нам. Вы, ребята, просто потрясающие. И давайте продолжим абсолютно разрушать это, нести эти продукты по всему миру, продолжать менять жизни, делать людей здоровыми, экономить деньги. Помогать людям получать доход на стороне и просто продолжать разрушать самым масштабным образом, потому что это только начало. Все в порядке, это все, что у меня есть. До свидания, ребята. Желаю вам отличных выходных. Присоединяйтесь к нам. Доктор Райан и Лиза, какая у вас тема на понедельник, рекламный ролик? Это отличный вопрос. Они могут присоединиться. Это он. Мы выбираем его сегодня, потому что я хотела, чтобы он был посвящен поддержке кишечника, но его еще нет. Поэтому я хочу оставить это для того, о чем мы сможем поговорить, когда у нас будет продукт. Так и будет. Ссылка будет в бэк-офисе. Звучит заманчиво. Привет, Рэй. Это потрясающе, спасибо тебе. Еще раз спасибо всем вам. Это потрясающе. Увидимся позже. Сегодня понедельник. Звонок по поводу продукта. Вы найдете ссылку в своем бэк-офисе в разделе вебинары. Лиза добавит ее к теме, или может быть это просто будет сюрпризом, но в понедельник в полдень всегда будут отличные звонки, которые вы не захотите пропустить. Это очень познавательно, очень мощно, и вы получите из этого много полезной информации. Но продолжайте в том же духе, продолжайте заказывать свои продукты. Если вы хотите получить их в эти выходные, закажите сегодня вечером. Мы отправим их завтра утром. Мы упаковываем их в воскресенье, но почта приходит только в понедельник. Если вы хотите получить их пораньше, закажите сегодня. Хорошего дня. Пока, ребята. Все в порядке, у вас будут желающие на экскурсию. Грядет важная неделя. Да, в пятницу, первый день недели в Лайфгуде, мы начинаем зажигать. Давайте начнем. Участники тура, ваши друзья присоединятся к нам через вас или кого-то другого. Поверьте мне, они приедут. Пока, ребята.